В редакцию Народного телевидения обращаются жители Кировской и Апатитов с вопросом, почему часть маршруток перевозит пассажиров между городами по фиксированному тарифу 50 рублей. А главное, почему столько же стоит проезд и от промежуточных остановок, даже от тех, которые совсем близко к городу. Дмитрий Сергеев разбирался. Меньше едешь, меньше платишь. Этот принцип устоялся еще с советских времен. Разный тариф для тех, кто едет с конечной до конечной и, например, с 13-го километра до солнечной. И этот принцип не только устоявшийся, но еще и справедливый. Но времена другие и принципы тоже. За 50 рублей возят маршрутки 102 с литерой А. Они принадлежат предпринимателю Юрию Логинову. Их коллеги с литерой Б автоколонновские, и у них плавающий тариф. Так же, как в больших автобусах. То есть вы выбираете, не на каждую? Да. А зачем мне за 50 рублей поеду? Ну вот это вот везет за 50. 50. Я уже посмотрела. Буква А. Проездного у меня нету, так как я болела. Вот поехала первый день сегодня. Вот на автобусе поеду. Маршрутками мы не пользуемся, потому что дорого для нас. А вот 128 каждый день ездим. И утром, и вечером. То есть большой автобус, да? Только автобус, да. Нарушений в данном случае нет. Как пояснили в региональном Минтрансе, сейчас перевозчики разделены на две группы. Одним тариф устанавливает государство, и за это они получают дотации. В тарифы второй группы власть никак не вмешивается. По нерегулированным тарифам, в данном случае, перевозчики не получают никаких дотаций. Поэтому законам федеральным дается право перевозчикам, которые не получают дотации из бюджетной системы, работать по нерегулированным тарифам. То есть государство уже не участвует в установлении тарифа для перевозок. И сами устанавливают в зависимости от рыночных условий, и перевозят пассажиров. Юрий Логинов не смог встретиться с нами, но по телефону ответил на вопрос, не планирует ли он все-таки сделать промежуточный тариф между городами. Впрочем, в этой истории есть пассажиры, которые остаются в выигрыше. Например, автоколонна берет за проезд от конечной до конечной значительно больше 50 рублей. И северянам остается голосовать своим рублем за того перевозчика, который им выгоднее.